Девушки отдыхают Девушки отдыхают В небольшом формате на выставке всего 85 произведений Показать развитие пластических идей Показать те невероятные художественные реформы Которые были осуществлены Генрием Муром И показать те великолепные достижения Которые ему принадлежат На выставке представлены его интереснейшие работы Созданные в конце 30-х годов Эти работы, конечно, созданы в предощущении войны «Три острия» — это редкая скульптура, выполненная из чугуна Выполнена она в 1939 году В 1937 году Генри Муром был в Париже Был в мастерской Пикассо И видел картину Герника Если помните, там есть фигура с запрокинутой головой С открытым, разверстым в крике ртом И высунутым от напряжения кричащим языком Так вот, этот образ — это точка отсчета для Генри Мура При создании этой скульптуры Где три острия должны соприкоснуться Вот-вот, но они не соприкасаются И этим создается какое-то особенное резкое напряжение Тем «Мать и ребенка» была действительно Одной из главных тем Генри Мура Он об этом многократно писал и говорил Но эта тема была важна для него Я думаю, в начале его карьеры Прежде всего, как вечная тема мирового искусства И как точка отсчета для его собственных формальных исканий Это тема взаимоотношения двух фигур, двух форм Большой формы, которая призвана защищать Другую форму, малую форму И когда, например, человек подходит к этой скульптуре Изображающей мать и дитя на самом деле И когда ты обходишь эту скульптуру И видишь ее немножечко сбоку Тебе становится невыразимо грустно Потому что ты понимаешь, что это богоматерь с младенцем Которая держит его Он еще часть ее лона Но она уже держит его для того, чтобы нести человечество Вот сейчас мы смотрим на его работы С точки зрения 21 века Оценивая те действительно невероятные достижения Которые им удалось достичь И понимая, что его художественный опыт Невероятно актуален и современен сегодня И что современным художникам есть чему у него поучиться А современному зрителю будет очень импонировать То, что он увидит в наших золах Ну а мы от монументальной скульптуры Перейдем к другому виду искусства Которое так любите вы, зрители Поговорим о кино Причем о современном греческом кинематографе Мы запланировали фитерогреческого кино Больше года назад Потому что в греческом кинематографе Сейчас происходит очень интересная рокировка Когда независимые фильмы становятся важнее, чем мейнстрим И это не говорит о том, что очень много греческих фильмов Стало сниматься, тем более, что страна в глубочайшем кризисе А просто говорит об интересе к греческому кинематографу Который сейчас возник в глобальном кинообществе На греческом фестивале представлены пять картин Все они разные Мы ограничились пятью Потому что это первый фестиваль И, можно сказать, это такая проба Я очень рада, что меня пригласили на фестиваль И я очень рада тому, что здесь демонстрируются греческие фильмы Я представляю фильм «Альпы» режиссера Йорга Салантимоса Этот фильм о группе людей Эти люди называют себя «Альпы» И они замещают людей, которые уже умерли Моя героиня — медсестра, которая приходит к тем людям, у которых умерли близкие И так или иначе пытается их заменить Это не типичный греческий фильм Если честно, я не думаю, что у российского зрителя возникнут какие-то проблемы с пониманием того, о чем этот фильм Я не думаю, что это фильм только о Греции Мне кажется, что то, о чем здесь рассказывается, это универсально и понятно всем Это, безусловно, талантливое, авторское кино, малобюджетное Которое проявило себя буквально за последние годы И, может быть, среднестатистическому российскому зрителю окажется острым, остросюжетным крайним В любом случае, этот жанр затрагивает проблемы нашей социальной жизни, нашей действительности И как раз надо правильно их фильтровать, интерпретировать, чтобы находить ответы на вечные вопросы Вопросы жизни, смерти, бытия, любви Надеемся, что после увиденного вам захочется воочию рассмотреть работы Генри Мура И поближе познакомиться с греческим кинематографом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова